Пауэркаст Привет, это восьмой выпуск Пауэркаст Да, меня не было целый месяц, я был в конце июня Вроде бы я был на этом канале, как мы можем заметить, да, смотрите Один месяц назад я здесь был, есть доказательства А теперь получается начало августа Их вот, прошел месяц Наверное, вам интересно, где я был все это время Куда я пропадал Где я пропадал, вернее, даже так можно сказать Все дело в том, что... Хм, я был в отпуске Пауэркаст До сегодня будет самый насыщенный выпуск Пауэркаст За всю историю канала За это время столько накопилось, что я в шоке Потому что это лето, казалось бы, ничего не должно было быть Но я вернулся из отпуска, и тут такое В шоке сам Я бы даже сказал, что это не восьмой выпуск Это бесконечный Пауэркаст Пауэркаст Самсунг представила супер изогнутый монитор, который огромен Он огромный Вот так он выглядит, называется Odyssey G9 Огроменный монитор с супер крутым дизайном Вообще, он очень похож на дизайн именно PlayStation 5 Так что думаю, вот это И именно это идеальный монитор для того, чтобы играть в игры на новые приставки Отлично, мы уже нашли даже монитор Осталось PlayStation 5 дождаться Максимально игровой монитор И запомните Все, что имеет приставку игровой, это самые крутые вещи на свете Например, игровое кресло Игровой стул Это самый лучший стул во всей вселенной Далее, игровые клавиатуры Игровые мониторы Игровые компьютеры Все игровое Даже игровые смартфоны Такие тоже бывают Они самые мощные на планете Земля И покупайте игровое, если у вас есть деньги Это один из самых полезных лайфхаков Так что если вы приходите в магазин И видите, что там написано Игровое печенье Игровой тостер То обязательно покупайте Самое крутое во вселенной Помимо шуток У нас сегодня будут еще и полезные данные Например Пока что их нету Сейчас будут Это очень ужасная графика Компании Samsung Почему они до сих пор так делают Не понимаю Что это такое Почему это обрезано в фотошопе Короче Такой монитор позволит вам Рисовать точками Ну ладно В целом я вам и без Samsung Расскажу, что здесь Нету никаких смазываний То есть вы будете видеть Своего персонажа идеально четким Прикиньте, экран 240 герц То есть сейчас в смартфонах Стоят 120 герцовые дисплеи Ну 90 герцовые А для некоторых до сих пор Стоят 60 герцовые Как и вот в этом Pixel 3a Так вот здесь 240 герц И кстати вот я уже вижу Еще одну из фишечек этого экрана Потому что большие экраны Сами по себе Ну такое себе На них мало чего В принципе можно делать Ну разве что играть И может быть смотреть какие-то фильмы Хотя и те будут Немножко обрезаны по краям Остается один единственный вариант Это использовать один монитор Как несколько мониторов Вам не надо будет покупать Несколько мониторов Один поставить сюда Другой сюда Потом на них смотреть Туда-сюда Это такое себе Лучше купить один И пользоваться его многофункциональными возможностями Так будет удобнее Также компания Samsung Специально для вас Сделала удобнейшая управление Чтобы вы могли быстренько Одной кнопочкой переключаться Между режимами Хотите чтобы было 4? 4 будет Хотите чтобы было 3? Вот так вот они будут располагаться На вашем экране теперь Все очень удобно Все классно Но стоит Нереально дорого Конечно Так что запомните Второй лайфхак Все что игровое Оно очень крутое Это первый лайфхак И второй лайфхак Который мы как раз таки Так что перешли Все игровое очень дорогое Да PowerCast Apple дарит учащимся AirPods при покупке Mac или iPad Вот такой новостной заголовок Но на самом деле Новость гораздо шире Потому что Apple Еще щедрее Чем в этом новостном заголовке Прикиньте Apple Ищедрый Короче Если вы выпускник Если вы поступаете в университет Если вы до сих пор школьник Если вы учитель Если вы преподаватель в целом Короче если вы как-то Относитесь к образовательной системе То вы можете обратиться К компании Apple Вот до этого числа И попросить у них Скидочку на iPad На Mac И также бесплатно Получить Airpods При покупке Mac Или iPad Список устройств Довольно широкий Так что можете с ним Ознакомиться Специально для вас Оставлю ссылку в описании Это никакая не интеграция Не реклама Просто Apple Такая красава Красава Apple понимает Что студентам Довольно тяжело Носить с собой конспекты Много учебников Это сложно Поэтому она делает так Чтобы студенты И школьники Имели возможность Купить себе iPad Или даже Mac Хотя iPad на самом деле Достаточно Мы уже делали сравнение iPad и Mac В этом плане Что лучше для учебы Конечно лучше iPad Тем более Если вы еще и рисуете Вау Apple все это понимает И делает вам большие скидки Так что Радуйтесь И пользуйтесь Ссылка в описании Пауэркаст Вау Вот эта новость Она была везде Весь твиттер был завален новостями Спотифай наконец-таки в России Не знаю Почему все радовались Потому что Сколько мне известно Спотифаем до этого Даже через VPN Мало кто пользовался из России Но Насколько я знаю Дело в том Что спотифай Ну обычный стриминговый сервис У нас таких полно Есть там всякие бумы Есть Яндекс.Музыка Apple Music Опять-таки Но спотифай На самом деле Вот в чем его фишка У него отличная система рекомендаций То есть буквально Через 2-3 дня Вам будут показываться уже Треки на основании Ваших предпочтений Но я попользовался Конечно Прошло уже больше Полумесяца Как я пользуюсь им Вот Я пока не нашел Крутой музыки Нет Было пару только Хороших треков Да Согласен Были Но прям того Что я находил до этого Не было Короче Рекомендации Вроде бы работают Но вроде бы нет Может быть вы нашли Напишите об этом пожалуйста В комментариях Потому что Либо у меня не работают алгоритмы Либо я не умею правильно Ими пользоваться Постоянно надо лайкать Надо дизлайкать Обязательно это делать Кстати как и на ютубе Так что ставь лайк Пауэркаст Поскольку новостей много Предлагаю ускориться И я готов Произошел один из серьезнейших Взломов в истории твиттера В целом Потому что было взломано Очень много аккаунтов Известных людей Таких как Барак, Обама, Илон Маск И Хотел быстро Попытка номер 2 Произошел серьезнейший взлом В истории твиттера В целом Потому что было взломано Много аккаунтов Известных блогеров Таких как Илон Маск Барак Обама Билл Гейтс И Произошел серьезнейший взлом Моего мозга Я не могу быстро Приключиться И начать читать новости В чем проблема Давайте разбираться Ладно Последний раз Начинаем Мошенники взломали твиттер Аккаунты таких известных людей Как Илон Маск Билл Гейтс И даже Канни Уэст Который недавно Планировал стать президентом Становить ли он президентом Это уже другой вопрос И нас это не так интересует Потому что мы на техноканале И нас интересуют мошенники Которые взломали твиттер аккаунты Не просто для того Чтобы скинуть мемы с котятами Нет Этого не произошло Хотя они могли бы так сделать Но хотя не менее Ладно Окей Они пошли по сложному пути И не такому честному на самом деле Потому что Они попросили скинуть От лица таких больших компаний Как Эппл и Убер Себе на биткоин кошелек Много Много Долларов Твиттер очень долго соображал Что вообще произошло Куда Че происходит Никто не мог понять И только спустя час Твиттер заблокировал Аккаунты этих людей Потери уже довольно большие Например На один биткоин кошелек Который они скинули На один из них скинули 8 миллионов 398 тысяч рублей И еще 600 рублей Это очень много Много денег украли Так что Твиттер Придумайте крутые пароли Двухфакторной аутентификации Все эти прелести интернета Используйте И вы тоже Если у вас есть ютуб канал Не ставьте пароли со своими фамилиями И так далее Придумайте какие-нибудь рандомные буквы Записывайте их себе Не куда-то вот туда Вот сюда Либо на листочек бумаги Придите куда-нибудь за картину Не знаю Но вот никакие цифровые носители Не надо использовать Теперь вы знаете Где находятся мои пароли Пауэркаст Предлагаю пропустить новость Про 12К Потому что она все-таки Ускоренная версия пауэркаста 12К это новость Про новую камеру от Red Зачем вам эта информация Непонятное дело Потому что Во-первых 4К не у всех до сих пор есть Хотя странно Я стараюсь Снимаю видео в 4К Моя камера умеет снимать в 4К Будьте в этом уверены Это не апскейл Не в коем случае Это настоящий 4К 8К там мало у кого есть И 4К мало у кого есть Да теперь еще есть 12К камера Вот нужна вам эта новость Вот проголосуйте Ааа Голосовалки отключили Пауэркаст Гораздо интереснее Про Vivo X50 Pro У которого камера Дизайн ужасный Но вот сама камера Тоже ужасная Очень странный смартфон На ютубе много позитивных видео Но будьте уверены Это рекламная кампания И не более того Потому что по факту Это среднебюджетный смартфон Который стоит 60 тысяч рублей И задумайтесь Надо ли вам это Многие хвалят в основном две вещи Это камера и дизайн Потому что по большему По большей части Там нечего хвалить в целом Но например на мой взгляд У Honor 30 Pro Plus Дизайн гораздо лучше За счет того что на задней панели У него есть надпись Honor И это выглядит довольно свежо И необычно На смартфонах Потому что в целом Такой элемент дизайна присутствует У брендов Louis Vuitton Supreme Они любят писать свои бренды На все вещи На все сумки На кошельки Это довольно известный прием В дизайнерских домах А вот в дизайне смартфонов Такого не было И появилось Поэтому выглядит свежо Поэтому у Honor дизайн Интереснее чем у Vivo У Vivo он обычный И вторая фишка Которая для многих блогеров Оказалась самой главной В камере используется Магнитная стабилизация Выглядит это примерно вот так Вот Vivo говорит Что это крутая технология Многие блогеры говорят Что это крутая технология Но я скажу следующее Смотрите Как вы думаете Что выгоднее Купить смартфон за 60к С магнитной стабилизацией Которая работает Согласитесь Все таки не идеально Если посмотреть тесты в интернете Это станет понятно Она далеко не идеальная Либо купить смартфон за 50к Или еще лучше за 30к Например Google Pixel 3a Я снимал на него довольно много И в путешествиях в том числе И могу сказать Что он снимает в целом Хорошо Можно найти смартфоны Которые снимают хорошо За 30к Не проблема Так вот Может все таки Лучше купить такой смартфон И специально к нему Докупить за 10 тысяч рублей Всего лишь 10 Можно даже найти дешевле На Авито например Либо у друзей Вообще бесплатно можно получить Трехосевой За 10 тысяч рублей Например от компании Osmo Есть Osmo Mobile 2 Как у меня Выбирайте ту версию Которая вам нравится больше Они обе стабилизируют Отлично И вторая И третья Просто в третьей Побольше плюшек И там дополнительных фишек Но и это и достаточно Итого У нас получается Более выгодное предложение Вы покупаете смартфон Не за 60 тысяч рублей А за 50 плюс 10 И получаете Гораздо лучшую стабилизацию PowerCast Не верите Что на смартфон За 30 тысяч рублей Можно снять крутое видео И при этом даже Не знаю Выложить на YouTube канал Пускай не на большой Но можно Вы в этом сомневаетесь Специально для вас Следующая часть PowerCast Вторая часть PowerCast Погнали PowerCast OnePlus Note Смартфон максимально сухой С точки зрения инфоповодов О нем практически Нечего рассказывать Да, я вот вам планировал Сделать отдельную новость Про OnePlus Note Но Это было обязательно Во-первых Потому что смартфон Пропустить было нельзя Компания OnePlus Довольно известная Чтобы ее просто так пропускать Поэтому я был обязан Рассказать об этом смартфоне 100% Но вот Рассказывать по сути Нечего Кроме названия Оно наконец-таки Нормальное Без каких-либо иероглифов Без дополнительных цифр Лучше бы все компании Выпускали смартфоны С такими названиями Так Гораздо приятнее И пользователям И нам Видеоблогерам Меньше запоминать А то много цифр И они часто повторяются В общем Сложно Название Все это прекрасно Но мы покупаем смартфон Не из-за названия Наверное надо сравнить его С каким-нибудь другим смартфоном Например Google Pixel 4a Благо тот вышел только что И компания Google Одержала огромную победу В этом году Как я считаю Потому что 350 долларов За Pixel 4a Это победа Несмотря на то Что Pixel 4a Сам по себе Получился базовым Классическим Стандартным Я бы даже сказал Неинтересным Как для нас Для блогеров Но это базовый смартфон То есть там есть все функции Которые вам могут понадобиться В жизни Там отличная камера Из Pixel 4a Перенесли ее Поставили на Pixel 4a Да нету телефото Но должны же быть Какие-то компромиссы Все-таки У меня уже рука Устала держать Эту конструкцию Однако сегодня Давайте не буду Много говорить О Pixel 4a Ибо О нем надо снять Отдельный выпуск И сравнить его Сами знаете С каким смартфоном На мой взгляд Лучше взять Pixel 4a Чем OnePlus Но он дешевле Камера там будет получше Ну Оптимизация там окей Но в принципе И тот и тот смартфон Топ за свои деньги Там уж просто сами выбирайте Как вам по дизайну Потому что Pixel 4a По-моему в этом году Полный провал Квадратный модуль Для одной камеры Это конечно сильно Также стоит учесть Что у Pixel 4a Как бы ну там Черный цвет Только белого цвета Вообще нету И других тоже нет цветов Но если вы носите Смартфон в чехлах То конечно вам Без разницы Покупайте хоть Pixel Хоть не Pixel Вам в принципе Дизайн смартфона Не так важен Так что думаю Да Если вы выбираете Сейчас бюджетный смартфон То это конечно будет Pixel 4a 100% выбор Пожалуйста Есть вот это вот видео На моем канале Там я рассказал Как заказывать из США Пауэркаст Вот и все На этом я думаю Можно заканчивать И возвращаться к себе Уже домой Потому что Новости закончились Тест камеры Тоже прошел довольно успешно Пишите в комментах Как вам качество На фронтальную камеру Только представьте Это фронтальная камера Довольно неплохо Как по мне Так что все Ставь лайк Подписывайся на канал Возвращаемся домой И там заканчиваем Пауэркаст Закончу тем С чего начал Надену очки И все Увидимся В следующий раз Подпишись Чтобы не пропустить Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok